Привет, друзья! Перейдем к видеоформату, так нагляднее и писать нужно меньше. Сегодня покажу вам немножко салона. По большей части этот выпуск будет посвящен навигации, которую просили. Вот у нас включается панелька, загорается лада. Выйдем из навигатора пока. Главное менюшка, радио. Единственный минус, я покажу вот руль. Есть кнопки на руле, тут все прекрасно работает, но переключение меж станциями, вот я нажимаю на эту кнопку, и он листает просто каналы. А вот именно меж каналами я не нашел, как переключиться с кнопок, то есть придет стыкать в экран. Вот это вот минус. А так, если с руля, то он просто листает. Это, пожалуй, единственная претензия. По звуку разобрался, в целом эквалайзер после настроек получается интереснее звук. Стоит отметить, что у меня настройки сохраняются, даже после выключения панели. Стилавин в своем обзоре жаловался, что у них это не сохраняется. Вот можно послушать что-нибудь. Монте-Карло у меня плохо ловит. А, это не Монте-Карло, вот она она. Ну и все это дублируется с руля. Сильно в настройках панельки я, честно говоря, не ковырялся, но знаю, что здесь есть Wi-Fi, поэтому, если раздам интернет с телефона, то можно будет сидеть в интернетах. Но думаю, новые прошивки сделают всякие кулибины, за что им мы будем благодарны, и функционал расширится еще. При включении задней сразу у нас выводится картинка. Это тоже удобно. Ну, зайдем в навигацию. Она здесь стоит от CityGida. Кстати, еще интересный и удобный момент. Покажи, Руль, еще. Вот есть такая кнопочка. Мы можем переключаться между экранами. Очень удобно, когда я, допустим, еду по навигатору, и мне нужно вернуться, переключить станции, либо что-то еще сделать. Эта фишка мне понравилась. Попробуем забить нам адрес, куда нам надо. Ух ты, я мая. Страна, Россия. Вообще, честно говоря, сюда бы голосовой ввод, как на телефоне в Яндекс.Навигаторе, и цены ему бы не было. Стоп. Не совсем удачный пример. Реализовано в целом все симпатично. Тут же есть настройка пробок, я тоже сильно не ковырял. Единственное, она мне мешает, предупреждает о том, что я превышаю скорость, надо это выключить. Ну и есть подгрузка пробок при наличии интернета. Но с этим уже можно будет попозже разобраться. Сейчас поедем, посмотрим, как это выглядит. И заодно расскажу несколько вещей, наблюдений. Сразу скажу еще, вот, коль вспоминал Стилавина, из минусов. По стойкам у меня пока, тьфу-тьфу-тьфу, никаких посторонних звуков нету. Подсветка в дверях светится, работает. Фары так же, как и у них, потеют. Ну, про запотевание пар, собственно, я уже писал. А, еще один плюс, это в фотографиях выложу. Все говорили, что на X-образных выштамповках будет скапливаться грязь. Да, такой вот у нас навигатор разговорчивый. На выштамповках, на дверях будет скапливаться грязь. В целом, на фото видно, что грязь скапливается равномерно по всей двери, но на передней, около ручки водителя, за счет этой выштамповки, как раз получается чистое место. То есть, ручки грязи не закидывает. И это, на мой взгляд, практичный и прикольный плюс. К роботу постепенно привыкаю, но пока обкатка сильно не отжигаю. Поворот направо, из двора. Я уже на зимней резине, собственно, сейчас. Телефон не передаст шумов, не шумов. Но в целом, в машине на скорости до 100 более чем тихо. Подвесочка тоже работает ровно. Пристегнись, он на тебя ругается, по-моему. Езжу с автосветом, с автодождем. Перестала у нас машина ругаться. Что еще хотел отметить? Наконец-то под капотом есть уплотнители резинок. Поэтому подкапотное пространство не сильно закидывает грязью. Еще стоит отметить бачок омывателя. Я туда залил полную канистру. Еще осталось место. Единственное, неудобно без воронки. Такое расположение, что попасть туда сложно. Не имея в руках воронку. Поэтому ее я планирую приобрести в ближайшее время. Ну и стоит сказать, почему я выбрал Lada. По сути, честно говоря, я даже не сравнивал комплектацию SRIO с Solaris. Но за эти деньги машина будет примерно одинаковая. То есть у кого-то там в Рио подогрев руля круто. Мне, допустим, нравится мультимедийка с камерой. То есть это все слишком субъективно. И слишком машины будут похожими. Но при этом я еще проявил толику патриотизма. И я верю в АвтоВАЗ, верю в Lada. Поэтому, надеюсь, машина меня не подведет и не разочарует. Пока впечатления только положительные. Хотя, опять же, из мелочей, о которых уже писал, меня убивает, что нету доводчика стекол. Хотя даже на Datsun он у меня был. Ну и вот этот звук, такой скрипящий, он действительно есть. С этим, я думаю, что-то АвтоВАЗ будет придумывать. То есть это реально такая дерзкая болячка. Вот так нас ведет навигатор. Ну а дисковые тормоза, которые все делают упор, это уже все обсуждали. Абсолютно ненужная вещь, хоть и красивая. В общем, о своем выборе не жалею. И думаю, что Vesta достойный конкурент. Такого, что хотел бы рассказать, еще, наверное, пока нету. Поэтому до следующего включения. Навигатор вы все увидели. Пока.